здравствуйте это очередная карта из коррективного амапака без лишних ожиданий разбиваем первую волну как волну увидели кучку приготовьтесь когда возьмем мербовик появится еще ребятки достаточно низкого уровня поэтому проблем не возникнет ни у кого далее вот эти вот боеприпасы охраняются не очень хорошо эти кстати тоже далее следующей комнате мы сосредоточимся на красных ребятах потому что они самые раздражающие и далее заряжем гнаров и пойдем эту дверь о нет пол сломался и да сам весьма тяжелый тем не менее мы всплываем сюда и пойдем в эту дверь потому что какая разница здесь мы находим двустволку режем еще одна глазах и далее здесь уже будет достаточно такой бросающий вызов бой скажем так то есть вот скелетов ну что они очень быстро могут зажать в угол правило вот такое вот отступление с отстреливанием работает против них ну и закончим всех остальных так далее здесь нужно быть весьма осторожным если хотите получить максимум убийств потому что вот через вот эту штуку монстры которые оттуда появляются любит перепрыгивать и падать проблема в том что их бездна не убивает почему-то игрока вот убивает а монстров нет и нужно иметь это ввиду оставаться вот на этой площадке и стараться контролировать их особенно скелеты игноары любят туда падать у меня как-то и синий бемях туда провалился в принципе можно оставаться вот здесь на линии главное туда вот не входить они будут пытаться срезать и и упадут а выцепить их будет не так уж просто далее еще раздражающие ребята скелеты геомех ничего страшного первая волна вот на этих вот на этих вот мостах самая такая жесткая мне кажется вообще после понимания приходит как здесь бои построены в принципе на этой карте и данного стиля автор придерживается практически до конца еще позже объясню вроде бы никто не упал я проверю на всякий случай счетчик все-таки до 85 столько здесь и должно быть вот на этой в этом месте значит никто не упал это радует и так здесь мы получаем ракетницу и тут я хочу объяснить соль большинства боев на этой карте здесь достаточно таких небольших пространствах с препятствием за спиной нас пытаются сжать монстры и ключ здесь в том чтобы разобраться с угрозой как можно быстрее в противном случае вас зажмут и шансов будет очень мало угрызть конкретно в этом месте это не так сильно ощущается но тем не менее определенное давление есть не знаю что я делаю полагает и карты лет много ракет так что пусть и не летят боеприпасами здесь вообще нету проблем и кстати почему немножко оценить вид который здесь открывается на это прекрасное ущелье она правда красивая но мне очень нравится даже дымка какая-то такая небольшая есть она ощущается в окружении очень-то красиво зелень солнце а марки типа мне очень нравится это место но здесь также этим красивым водопадом рядышком будет тоже небольшая схватка отстреливаем пока камиказы всей толпы пока не появятся более большие ребята как сейчас например переключаемся на ракетницу и просто спарим потому что опять же если здесь зажмут будет очень очень больно особенно с поддержкой биомеха красного но мы справились здесь также как я уже говорил вам ракеты благо их очень много не что он не мешает веселиться здесь я попытаюсь рефаером уничтожить рептилоида вот этими заняться кажется я всеми ракетами промазал на красном чуть видимо левее взял чем нужно биомехи уже поднялись благо здесь с ними проще разбираться как и со скелетами собственно внизу тут будет ждать красный биомех и пара синих и здесь мы получаем первый томиган и тут достаточно интересная будет схватка а довольно простая но заставляет вертеть головой переключать внимание и главное переключать оружие пока здесь просто камикадзе эти вот ребята еще позже здесь появятся биомехи синие и нужно будет найти время переключиться на ракетницу и убить их потом обратно на том сам запомнить и повторить это держит в тонусе следующая волна это быки и тоже немного безголовых благо не тех которые взрываются я люблю в боков немного пострелять вот так чтоб они обратили на меня внимание и добить из ракетницы что некоторые бегают по кругу пока не решат что пора бы уже атаковать и они могут решить это в самый неожиданный момент когда нам неудобно отлично эти ребята тоже не сильно хорошо справляются со своей задачей охранников здесь нам дают понять что что-то приближается точнее мы к чему-то приближаемся это очередной такой рисовочный бой но правильная приоритизация все будет прекрасно отличный выстрел здесь также есть вот такое озеро благо плавать в нем не придется здесь благо у нас есть место для отступления что это будет считаю таким расслабляющим на поступе к местной деревушке тут будет еще парочка таких камиказа опять же ракет очень много никто не мешает просто ими спамить конечно пока быки не подберутся прямо прямо очень близко здесь очень хорошая комбинация монстров я должен сказать это именно то что делала сериал сэмси в целом именно геймплейно то есть приоритизация противников правильный выбор оружия в правильное время ну и движение естественно здесь я тоже при фаером выстрелил в рептилоиды которые тут появятся сейчас где он а вот тогда потому что он раздражает здесь буду периодически предварительно пускать ракеты в частности вот здесь что будет биомех и нас здесь будет прессовать поэтому убивать их и их нужно как можно быстрее отлично даже следующая волна как только мы займем за эту статую убиваем рептилоиды в первую очередь алия кукурбита и пивоид еще жив по какой-то причине это исправим я забыл про вас так и это еще не все в этой деревне есть чем заняться например здесь есть такой опциональный бой когда мы подберем вот эти вот боеприпасы появятся вот эти ребята ничего сверхъестественного просто видимо чтобы на неожиданности сыграть также вот здесь в тех домах есть броня которая охраняется а вот она опять же если знаешь чего ждать абсолютно ничего сверхъестественного более здесь ничего такого нет есть только это коробки с гранатами между вон тех дом домиков я специально хочу показать что они ничего не испаунят я такое чувствую что должны нас уже ждут в следующем дворике давайте их не разочаруем здесь действовать нужно очень-очень быстро буквально решать проблему по мере их появления это прошло достаточно гладко здесь опять же используем рефайер ракетами чтобы убить этого демона как можно быстрее потому что он сволочь да я согласен немножко нечестно по отношению к игре но блин я знаю чего ожидать ничего там такого нечестного нету на мой взгляд хотя наверное этим зло употребляю но мне не стыдно абсолютно я думал они в толпе я не обратил внимание что это гарпия была ближе ко мне чем остальные хотел эпично их взорвать гранатой ну ладно ну и напоследок еще фейерверк примерно вот с этого места и еще пара ракет по бокам идеально обо что это она взорвалась интересно смотреть надо будет потом запись но тем не менее это все и зато тот дверь в горе мы можем выйти к порталу и да уровень закончен и мы обнаружим что четырех убийств не хватает я не буду утверждать что они прямо поломанные но я как видите я подбирал каждый предмет я пробовал ходить по разным путям причем даже вокруг вот этой арены где было вот углубление где мы то миган взяли там по бокам пройтись может быть там где то есть триггер нет такого нету монстры опять же вниз не падали ну я примерно выучил сколько должно быть убийств после той самой секции где они любят падать и все равно четырех убийств не хватает я не знаю почему это немножко грустно но тем не менее впечатление от карты это ни разу не портит кстати секретов тоже на ней нет ну не суть важно это просто прямая дорога к веселью разрушением убийством и так далее это веселая карта с очень интересными и достаточно умными боями где действительно нужно быстро думать и быстро решать задачу которую перед тобой поставил автор карты бои бои как я уже говорил они достаточно прессуют они буквально прессуют и нужно быстрее разбираться с монстрами причем монстры то и разные комбинации их интересные они прям заставляют приоритеты выбирать да и это именно то что в моих глазах делают сериал сам сериал сам это именно вот вот именно вот этот это ядро геймплея оно здесь соблюдено и даже где-то улучшено мне нравится эта карта нам спасибо за просмотр и всего доброго да и геймплея владел и